И, в принципе, моего живота никто не видел. Я совершенно не обижалась, потому что мне место не уступает. Причем я всегда бегала и в походы, и везде. И когда я стояла рядом, сидели два молодых человека, по лет 25. Рядом со мной зашла девушка вот с таким пузом, встала и рядом со мной стояла. И они ее видят, что она вот с таким пузом. То есть и место ей не уступает. И я вот так вот ехала-ехала, и что-то просто беру и сажусь к одному надо. Говорю, что я устала. А он же, во-первых, меня не обещали, переставили разговаривать, так вот руки расслабил, а я сижу. Он такой, я говорю, ты еще гриминная стоит. Он, давай я попусылку, мой случай, вообще, и все. То есть вот такой у меня был случай. И молодой, конечно, бы я сейчас такое сделала. Молодой, Семена. У меня была такая история в кадре, когда мы учились тоже. Мы шли, значит, с подругой моей кушать. И там такая огромная, значит, дорога, машины, 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 и переход, и люди все стоят. Подъезжает, что одна из машин, открывается окошко, и вываливается так, и выкидывает пачку сигарет мятую. Прямо так вот, из машины. Моя подруга недолго думала, я, конечно, артешу. Она, это секунда, да, она подумала, а люди стоят. Она подбегает, охладает пачку, и говорит, ну, потеряли. Все рухнули, я не поняла, пошел в окно и уехал. Я просто обладела, какая она, как она, серьезно, 5 секунд. Опа, потеряли, и обратно жмите. Да, какие-то, конечно, истории бывают. Я тоже наблюдение, вот тоже автобус, да, но для меня автобус это просто клавиш какие-то истории. Судеб, просто судеб сегодня или вчера. Мы вчера мы ехали с Полиной, какой-то мужчина. Я уже раз представила, что за характер. Я думаю, боже, какой ты нудный. Вот сразу развел такой, алло, топик, то есть мне больше не подчиняешь. Алло, все, все, я понял, у меня два ребра поломано. Два ребра и нос почти, да. Это умышленное нанесение побоев. Все, я тут адвокату, все, ему конец, да. Не переживай. Два ребра у меня поломано и нос. Я еду, потому что что не за мужчина. Я ему устрою, я ему сделаю. Конечно. Нет, ты только не переживай. Со мной все упал. Ой, как болят два ребра. Сказали бы он месяца четыре будни. Вот он всю дорогу. Он говорил себе, да не переживай. Все нормально. Ай-яй-яй, какой же это ж кошмар. У меня два ребра и нос поломано. Всю дорогу. Но вышел, я так его и не увидела. Весилась страшно, что я не видела. Ну ладно, это мы, короче, вошел вей. По поводу, напомнили, по поводу пачки сигарет. Но это зимой ездили на Петре кататься на улице. И когда поднимались, там обычно, когда много снега, там очень большие скапливаются, много, очень такой большой хвост из машин. Друг за другом ездят очень медленно. Ну и многие уже приезжают туда в непрезвом состоянии, потому что по дороге там, по машине, развлекаются. И в одной из машин мужчина выпил, видимо, они там уже выпили бутылку чего-то спиртного. И он ее тоже так же взял и выпросил из окна. И получается, она падает вниз от дороги, как раз на территорию леса. Там деревья растут, растения всякие. И в машине, которая ехала впереди, останавливается, выходит оттуда мужчина и заставляет его выйти из машины, и спуститься вниз, и подобрать эту бутылку. Ну и все остальные поддержали его, и вам полезно, да, за ней. Я тоже, я очень категорично к этому всегда отношусь, конечно, после того, что я не очень сильный человек, я висели на фонтан. Да, бы сейчас выше, я так сказала. Да, да, конечно, от того, с твоим счастьем, ты бы сказал. Я могу рассказать тоже историю про машины, бутылки и, собственно, заименную. И у меня была когда первая машина, маленькая, шкода, филиция, очень верткая, за лбу. Я еду, спешу, я никогда не успеваю покушать. У меня в машине, вечно вот тут, сухарики или печеньки, здесь стояло двое. Я один выпила, бутылку же не буду выкидывать, я поставила. Открываю второй, ну, он же тут, там, пока переключаешь. Еду, девятка, тоже красная, куча пацанов. Вы видели, у меня в машину я попалю, вы видели, что я еду. Они шучи, там, там, э-э-э, там, все дела, там, я от них убегать, они вперед меня, их обгонять, они вот это вот, пофакала, там, моргала, нифига. Тут я, получается, начинаю обгонять справа, они резко вправо, я по тормозам, меня машину ведет, я психанула. Начинаю обгонять их по встречной, прям, машина орет, я там что-то еду, там, ля-ля-ля, а у меня открытое лето. Я беру бутылку, кидаю в них в окно, попадаю, смотрю, останавливаю, ну, они там, остановятся, а я же еду дальше. Думаю, дебил, беру питьевку, ты понимаешь, что я выкинула открытую, полную бутылку. И когда я, конечно, еду, думаю, молодец, вот, вот такой у меня был случай, кошмар, да, это гавкались, называют, домяукались. Смелая девушка, да вообще, у меня клинка успеха, никто не знает в нашем театре, антиночка моя, подружка, ну, русалочка, да. А вот у нее машины есть, потому что она была, она шестнадцати лет, вот, на астме, она гениальна, я с ней вообще не боюсь, с мужика не боюсь в театре. У нас один мужик купил себе его машину, актер, меня отвозил домой, я перекрестилась, и мне она, как ты, да нет, не трогай меня! Ой-ой-ой-ой-ой! Я говорю, блинус, меня это перекрестно, я с ней больше не могу уже вроде умеять, нормально. Короче, Светка я себе, тогда была рождена, поставила тонированные стекла. Вот если мы издевались мужчины, потому что она блондинка еще такая яркая, красивая, ну понятно, гребень что-то ей сделает, понимаете? И в очередной раз, говорит, я была со сестрой, вот недавно, в последний раз, у нас все равно большой такой у нее жиль, красивее, не жилье, я разбираюсь в машине. И Жеуль, Жеуль, наверное, оброняет, и ей фак, а у нее она, ну знаете, она волшебная, ей нельзя такое показывать. Светы крышки, и он начинает ее подрезать, а у Светки белгородские номера отпустят на машине, и у нее падает крыша, она его догоняет, а она просто обморочная, она просто слабый человек, ну нельзя было ее трудно, она его обгоняет, припирает, он выходит, значит мат-перемат, выходит Света, и на чисто русском, она мне потом рассказала, я говорю, я тебе верю, что это ты, на чисто русском языке она ему начала объяснять политику, ну он естественно значит, а ладно, а ей муж подавил розовую битву. Света, когда ее сестра, с розовой битой, выходит с розовой битой, реально, розовая, блестящая, представляете, настоящая. Света, когда он говорит, да ничего, из этого будем мочить термолой стеклом. Короче, он тихо сел и ехал, потому что девочки, конечно, чая, но розовая битая, мне кажется, его просто проживут. Сладно. Это хорошо, что мы с вами наблюдаем, что мы запоминаем, что мы начинаем разговаривать, по крайней мере, о том, в группе, да? Ну, говорить, говорить, начинаем. А сейчас мы с вами интервью помним, да, это время давали? Минуту не молчать. Угу. Продолжение следует.